Во-первых, родинки. У меня много родинок. Цвет волос почти. И улыбка, веселая улыбка, как и я. Я всегда улыбаюсь, никогда не улыбаю. Схожие черты у себя и своих кукол Татьяна Евгеньевна находит сразу. Хотя совсем недавно даже не задумывалась об этом. Обращать внимание стало после одного случая, который запомнился пенсионерке на всю жизнь. Мне даже сами покупатели сказали. Как-то подошел мужчина, так удивительно смотрел, смотрел долго и сказал, что ваши куклы все такие добрые, красивые, как на вас похожи. Ткань, нитки, терпение, идея и душа. Без последнего компонента вряд ли что-то получится. Автор вкладывает эмоции в тряпичные пластиковые лица, доставая их изнутри. Точь в точь могут быть выкройки и швы, но игрушка все равно будет другой. Единственное, что их объединяет, это авторские неповторимые индивидуальности. Сохранить его художникам и мастерам помогают дети, которые живут внутри них. Члены Союза художников России и самодеятельные мастера и художники, которые уже выросли, казалось бы, вышли с детского возраста, вышли из этих штанишек. Но самое главное, они все равно в своей душе, в своем детстве. Страна игрушек. Это место реальнее, чем можно себе представить. Выставка с таким названием открылась в Краевом доме народного творчества. Здесь, на соседних стеллажах, уживаются тряпичные куклы, куклы из полимерной глины и из бумаги. Увидеть творение ставропольских мастеров можно в Ставропольском доме народного творчества до 6 сентября. Я хожу по залу и просто не перестаю удивляться, на что способны человеческие руки. Даже сложно представить, сколько труда, сколько сил и сколько человеческого терпения заложено вот в этих куклах простых. Вот в этом принце, в этом грустном короле или вот в этом докторе. В этих куклах исполнено все до мелочей. Вот, например, у вот этого вот лекаря есть даже стетоскоп и вполне можно им кого-то послушать. Я просто поражаюсь и думаю, что будете поражены и вы.